Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. В работе лаборанта или в учебных целях, часто возникает ситуация, когда нужно выводить изображение на монитор или транслировать картинку вообще в другую комнату на проектор, при этом имея возможность контролировать процесс в окуляры. Брать монокулярный микроскоп и ставить камеру вместо окуляра не вариант, а существенно переплачивать за тринокуляр нет желания, понимая, что пользоваться окулярами Вы будете крайне редко. Выход есть, встречайте монокулярный микроскоп Segetto MB-401 с отдельным выходом для камеры. Оптический прибор упакован стандартно, это картонный ящик и пенопластовая форма. Вес поставки 5 кг. Открыв упаковку, мы видим микроскоп в частично собранном состоянии. Dual-View насадка снята, окуляры и шнур питания сложены отдельно. Оптический прибор комплектуется двумя окулярами на 10 и 16 крат, иммерсионным маслом, пылезащитным чехлом, синим светофильтром, сменной лампой и инструкцией. Микроскоп состоит из массивного основания, изогнутой станины, блока фокусировки, предметного столика, револьверной головки и Dual-View насадки. Насадка состоит из призменного блока, окулярной трубки и отдельного выхода для камеры. Крепится одним стопорным винтом и имеет возможность поворота на 360 градусов. Окулярная трубка металлическая, имеет наклон в 45 градусов. Посадочный диаметр для окуляров 23,2 мм. Трубка фотоканала расположена перпендикулярно к рабочей поверхности предметного стола и находится на одной оси с осветительным блоком, конденсором и объективом. Лучи света, идущие от осветителя, проникают через структуру образца, проходят оптическую систему объектива и, попадая в Dual-View насадку, делятся на два пучка одинаковой интенсивности. Один пучок попадает в окуляр, а второй — в фотоканал. Длина трубки фотоканала — 90 мм. Посадочный диаметр — 23,2 мм. Фотоадаптер состоит из двух частей, что позволяет регулировать его длину в диапазоне плюс-минус 15 мм. Это очень важно, так как достаточно часто у микроскопов с фотоканалом фокус через окуляры не совпадает с фокусом на цифровой камере. Измеряя длину фотоадаптера, Вы можете выбрать такое положение камеры, при котором Вы будете видеть одинаково резкое изображение как на экране персонального компьютера, так и в окуляре. Комплектные окуляры достаточно высокого класса. Оптическая схема Кёльнера, корпус металлический, присутствуют однослойные просветляющие покрытия. Оптический прибор оборудован четырехпозиционной револьверной головкой. В нее установлены объективы с увеличением 4, 10, 40 и 100 крат. Выполнены объективы по DIN стандарту. Парфокальная высота 45 мм. Посадочный диаметр 20 мм. Корпус металлический. Есть коррекция хроматических и сферических аберраций. У объективов с увеличением 4 и 10 крат присутствует просветляющее покрытие. У объективов 40 и 100 крат просветлений нет, присутствует защитный пружинный механизм. Под объективами расположен массивный предметный столик, оборудованный микрометрическими суппортами и координатным нониусом. С правой стороны столика располагается сдвоенная ручка регулировки положений рабочей поверхности. Под столиком установлен стандартный двухлинзовый конденсор АБ с числовой апертурой в 1,25. Конденсор можно центрировать и регулировать его положение по вертикали. Присутствует кольцо для установки светофильтров диаметром в 48 мм. Фокусировка в микроскопе осуществляется путем перемещения предметного столика. На станине Вы видите две сдвоенные ручки грубой и тонкой настройки резкости. Ход механизмов плавный, макро и микровинт выполнены из латуни. В верхнем положении перемещение столика ограничено стопорным винтом. Перед началом эксплуатации Вам необходимо выставить его положение так, чтобы корпус 100 кратного объектива не касался предметного стекла на столике. Если регулировку не провести, то Вы рискуете по неопытности раздавить корпусом объектива стекло с образцом. Освещается микропрепарат только снизу. Осветительный модуль оборудован линзой-коллектором. Ее задача помочь в формировании более правильного конуса света в конденсиве, что несомненно положительно влияет на качество изображения. Для большинства задач 50% яркости Вам будет достаточно. Колесо регулировки мощности расположено с левой стороны основания. Само основание очень массивное и тяжелое, имеет скругленную форму. Отделано двумя антискользящими вставками черного цвета. Класть кисти рук вполне удобно. С тыльной стороны находится отсек с предохранителем, разъем для сетевого кабеля и кнопка подачи питания. Перевернув оптический прибор, мы видим на нижней части основания четыре крупные резиновые ножки. За это отдельное спасибо производителю. Во время работы за микроскопом, резиновые ножки поглощают любые вибрации от прикосновений или вибрации передающиеся от стола. Давайте подключим прибор в сеть и оценим качество изображения. Используем микропрепараты от набора Delta Optical и несколько интересных образцов непрозрачной структуры. Хроматическая и сферическая аберрации устранены, присутствует слабо заметная кривизна поля. Анатомические срезы, клетки и одноклеточные отлично детализированы, цветопередача естественная. Глубина резкости достаточная, хорошее поле зрения. Посмотрите на замечательные снимки кристаллов пищевых красителей, сахар и гранулы кофе. Согласитесь, с образцами непрозрачной структуры оптический прибор тоже справился. Микроскоп получает от нас высший балл. Мы не нашли каких-либо недостатков. Конструкция прибора хорошо продумана, качественно выполнена, установлена Dual-View насадка, вложены первоклассные окуляры Кёльнеры. На сегодняшний день Сигета МБ-401 является оптимальным выбором для лабораторных задач, учебных целей и исследований за весьма разумные деньги. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп, до скорой встречи в нашем магазине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова